Привет, коллеги, в эфире Блонди Код и снова оптимизация. В прошлом видео мы заставляли картинки похудеть при помощи NGINX. И если вы не видели этого ролика, то я очень рекомендую пройти по ссылке в описании. Там был котик со сверхспособностями и прекрасная песня про веб, посвященная компании Rambler. А в этом видео мы поговорим о том, как быть, когда настраивать NGINX лень. И вообще лезть куда-то кроме своего HTML-кода лень. А получить 100 баллов в оптимизации хочется. Что же делать? Правильно, юзать бьюти-фильтры. Ведь благодаря им люди в Тиндере и Инстаграме стали еще красивее. В наши-то времена нужно было час штукатуриться перед фотосессией, потом такой сидишь полчаса перед фотографом и не шевелишься, глазки пучишь, чтобы не моргнуть ненароком. Но о чем это мы точно? Лень. Лень – двигатель прогресса и ключ к оптимизации медиаресурсов. На самом деле паттерн, который я покажу сегодня, и который и правда называется «ленивая загрузка», подходит скорее для ресурсов состоронних серверов. То есть для изображения или айфреймов, которые вы грузите на своей странице с другого сайта. Если сервер принадлежит вам, настройте отдачу медиаресурсов так, чтобы они были в правильном размере и с хорошей политикой кэширования. И об этом мы как раз говорили в прошлом видео. Сейчас перед вами как раз такая страничка, на которой все картинки и видео расположены на других серверах. И конечно ссылка на исходники находится под видео. Можете по пути нажать на кнопку лайка и поставить звездочку на гитхаб. А еще я рада любым комментариям, даже если они не об оптимизации изображений. Если проверить эту страницу при помощи Google Lighthouse, а именно эти алгоритмы поисковики используют при ранжировании вашего сайта выдачи, вкладка «Аудит» с консоль разработчика, вызвать консоль можно нажав на F12 или кликнуть правой кнопкой мышки в любое место и исследовать элемент, то мы увидим весь букет изъянов оптимизации. И очень часто мы ничего не можем с этим поделать, потому как кэшированием, форматом и оптимизацией изображения занимается другой сервер. В нашем случае это целых три сервера. Первый сервер – playsketon.com. Милые пушистые котики абсолютно любых размеров. Просто вставляем url playsketon.com slash ширина котика slash высота котика и получаем заглушки для картинок на своей страничке. Если вдруг каким-то образом вам не нравятся котики, то как вообще вас занесло войти? В общем, есть еще один отличный ресурс для получения картинок-заглушек damiimages.com. Тут можно сгенерировать цветной прямоугольник с текстом. Конечно, цвет фона, текста и саму надпись можно редактировать. Кроме того, можно выбрать формат изображения, затем скопировать ссылку и вставить свой HTML-код. В моем блоке с картинками перемешаны заглушки с этих двух ресурсов и, конечно, я не церемониваюсь с размером. Потому что обычно, если вы берете картинку с другого сайта, у него есть только один вариант ее размера. Тот, в котором ее загрузили. Если только sysadmin не настроил модуль Image Filter для Nginx, как я показывала в прошлом видео. Ну и куда же без видосиков с YouTube, которые вставлены в айфреймы. Кстати, вы ведь видели оба эти мультика на моем канале. И вот такие айфреймы – вечный источник боли для разработчика, оптимизирующего сайт. Давайте заглянем под капот. Это обычная HTML-страничка с минимальным набором стилей. Сверстанно это все на флекса. Каждая картинка и видео лежит в девиз классом айтем. Для картинки такой айтем занимает 25% ширины страницы, для видео – 50%. Ну и, собственно, изображение занимает 100% ширины родителя, и у него ограничена высота – до 400 пикселей. Для превьюшки YouTube – это 315 пикселей, потому как такую высоту мы задали айфрейму. Вот и вся красота. Идем в тег-боди, где в девиз классом раппер находятся заголовки и айтемы с IMG или айфрейм внутри. В ресурсе-атрибутах стоят ссылки на внешние ресурсы – жуткие, толстые и неоптимизированные ресурсы. У айфрейма еще есть куча атрибутов, которые YouTube сам вам подсунет, когда вы запросите ролик как эмбет в секции Share. И, конечно же, футер с копирайтом со ссылкой на мой канал. И на дворе уже 2020-й. Добро пожаловать в новое десятилетие. Но вернемся к нашим баранам, точнее котикам и мультикам. Как оптимизировать то, что нам не подвластно? Чужие ресурсы на чужих серверах. Можно позвонить админу сайта и потребовать настроить кэширование размера изображения так, как нам нужно. И при этом обязательно упомянуть, что вы знаете, где он живет. А можно просто убрать атрибуты SRC из своих тегов IMG и айфрейм. Я совершенно серьезно. Нет ресурса – нет проблемой. Я просто заменю все SRC на Data SRC. Вообще, 100% оптимизация, несомненно, даст пустая HTML-страничка. И можете даже оставить в ней заголовок. Напоминайте об этом почаще своим заказчикам, фанатично желающим 100 баллов от Google PageSpeed. Один пушистый партизан таки проскочил. Уберем его со странички и повторим тест на оптимизацию. И знаете что? У нас исчезли все ошибки. Это 100% оптимизация. И кэши в порядке, и размеры картинок, и формат – просто идеальная страничка. Что значит, куда делись котики? Котики не выдержали фэтшейминга и убежали в Макдональдс. Ну что же, настало время вернуть пухлых котиков. И в этом нам поможет JavaScript и IntersectionObserver, или наблюдатель пересечения. Конечно, я оставлю в описании ссылку на документацию по IntersectionObserver API, и как всегда рекомендую вам с ней ознакомиться. Задача IntersectionObserver – получить callback от событий пересечения наблюдаемого элемента и viewport. То есть, простыми словами, пока пользователь не смотрит в ту часть экрана, где должен быть котик, котика там нет. Мы будем загружать ресурсы только тогда, когда их местоположение будет внутри экрана, с которого пользователь смотрит на страницу. Это и есть отложенная загрузка или lazy loading. Мне лень штукатурить фасад, пока на меня никто не смотрит. Наша задача – поставить наблюдателя за каждым элементом, в котором потенциально находится картинка или iFrame. Дождаться, когда пользователь доскролит до этого элемента, затем взять его атрибут data.src и вставить ссылку оттуда в элемент src. Звучит довольно весело. Поехали! Но для начала я предлагаю сделать заглушку для тех ресурсов, которые еще не загрузились, чтобы пользователю было понятно, что он что-то ждет, а не просто попал на сайт, где ничего не работает. Для этого добавим класс loading ко всем элементам с атрибутом data.src. И опишем стили для элементов с классом loading. Пусть у них будет border и position relative, а в псевдоэлемент автор положим анимированный прилодер. У него нет контента, есть абсолютная позиция внутри относительного родителя. Это значит, что ставим его в центр родителя, поставив left и top 50%, а margin left и margin top отрицательные, и равны половине ширины и половине высоты элемента соответственно. Это стандартный прием позиционирования в центр элемента с position absolute. Вдруг вы еще такого не видели? Бэкграунд этого элемента анимированная гифка, но base64. Такой прилодер можно получить на сайте генератора и ссылку на который я оставила в описании. Там много красивых прилодеров, можно выбрать любой или нарисовать свой. Тут масса вариантов, лишь бы placeholder для картинки или видео что-то крутилось. Можно в принципе просто написать слово loading и ничего не крутить, как пожелает дизайнер сайта. А поскольку дизайнер сайта я, то я желаю много мигающих точечек. Да, я считаю, что это красиво. Квадратишь, практишь, гуд. И, наконец, можно приступить к программированию. Опишем селектор для всех элементов, за которыми будет наблюдать Intersection Observer. Это все элементы, у которых есть атрибут data.src, именно там хранится ссылка на сторонний ресурс. Кстати, за отсутствие атрибута src в тегах mg и iframe можно тоже получить лоб от гугла, так что тут стоит заботиться оптимизацией. Ну вот, только избавились от src и опять его описывать. И что мы туда всунем, если картинка еще не загрузилась? Можно было бы при лоадер, но он уже описан в авто для класса loading, так что всунем туда прозрачный пиксель. Я заведу константу placeholder, куда положу код этого пикселя, потому что, как вы уже догадались, мне лень писать каждый тег src. Прозрачный пиксель тоже берем из генератора, где ссылка, вы знаете, там еще есть кнопка с пальцем вверх. И если вам кажется, что это знатное извращение, то, возможно, так оно и есть. В общем, в каждый элемент с атрибутом data src вставляем src с прозрачным пикселем. И получаем вполне себе валидный тег mg, правда, для полноты картины ему не хватает атрибутов its, height и alt. И, может быть, потом мы к ним вернемся. А пока пишем опции для intersection observer. Вы замечали, что, когда пытаешься мешать несколько языков в одном предложении, непременно возникают проблемы с произношением? Даже когда это твой родной язык, и ты рассказываешь иностранцу, что такое zamavag или borscht. Кстати, один американец, попробовал borscht, как-то спросил, зачем вы варите салат. В общем, неотвратительно говорить observer, но я буду. Какие же у него опции? Это root, root margin и threshold. Root – это элемент, внутри которого мы мониторим видимость нашей цели. Если root указан как null, значит мониторим цель внутри вьюпорта. Root margin позволяет указать отступы для элемента, указанного в root, то есть уменьшить или увеличить область наблюдения за целью. Threshold – дословный перевод порог, то есть видимый процент наблюдаемой цели, с которого срабатывает пересечение. По дефолту равен 0, то есть даже один пиксель, видимый на экране, будет считаться пересечением. У нас почти дефолтные настройки. Мониторим элемент внутри вьюпорта без отступов. Threshold довольно маленький – 5%. То есть при появлении на экране узкой полосочки элемента начнется загрузка ресурса со стороннего сайта. Окей, объявляем observer. New intersection observer в конструктор передаем callback функцию и опции. Опишем функцию load image. Именно в ней будет находиться вся логика при пересечении с целью. Entries – это список пересечений целей и контейнера, замеченных наблюдателем. Observer – сам наблюдатель. Нам необходимо проверить каждое из возможных пересечений. Проверяем свойства – isIntersecting. Если оно равно true, значит элемент попал в область наблюдения. Пользователь его видит. И проверяем, есть ли у родителей этого элемента класс loading. Если класса loading нет, значит загрузка ресурса уже состоялась, и нам не нужно повторно что-то загружать. Если же элемент виден, и у него все еще есть класс loading, меняем его атрибут src, там сейчас прозрачный пиксель, на значение date src. Entry target – это тот самый элемент, с которым пересекается наблюдаемая область, то есть в нашем случае viewport. По событию onload этого элемента, то есть как только загрузится ресурс с другого сайта, картинка или iframe, убираем с родителя класс loading. Теперь вместо прелодера будет картинка или видео. И убираем атрибут date src, то есть элемент готов, и больше его трогать не нужно, сколько бы пользователь не скролил страницу туда-сюда. Ну и наконец нужно указать наблюдателю, за кем следить. Берем каждый элемент из массива targets и отправляем его в метод observe. То есть говорим intersection observer, что за этим парнем нужно проследить. Вот и вся логика для ленивой загрузки при помощи intersection observer. Можно проверить, что у нас получилось. Определенно все котики вернулись на место, и если очень внимательно смотреть на страницу не моргать, то можно заметить, как мелькает прилодер. Но мы же с вами умные разработчики, мы пойдем в консоли, на вкладке network включим в себе самый медленный интернет. И сможем с наслаждением понаблюдать за магией отложенной загрузки. Все наши жирные и неоптимизированные ресурсы грузятся только тогда, когда пользователь смотрит на них. Пока элемент вне зрения пользователя, с ним ничего не происходит. А пока все это грузится, пользователь может почитать текст и полюбоваться прилодерами. Самое время прогнать аудит и посмотреть, как изменилась оптимизация страницы, ради чего все и затевалось. Как бы жестоко не звучало, но на пользователей всем плевать. Главное зеленые циферки от кугла. И мы действительно избавились почти от всех ошибок, связанных со сторонним контентом. Однако первые три картинки робот захватил, потому что они были в зоне его видимости. На самом деле алгоритмы Lighthouse постоянно меняются, и ловить отложенную загрузку он стал не так давно. Но в любом случае Lazy Loading даст огромный прирост к производительности сайта и к баллам оптимизации. Особенно если такого неоптимизированного контента много. Ну и сэкономит трафик пользователю, конечно. Давайте подведем итог, что нужно, чтобы получить ленивую загрузку при помощи IntersectionObserver. Для начала создать экземпляр класса IntersectionObserver и передать конструктор опции. Элемент, в котором будет отслеживаться пересечение с целью и отступы для этого элемента. И порог видимости цели – кусочек элемента в пересечении в процентах от его размера. Чем меньше, тем точнее наблюдатель будет ловить событие. Если поставить threshold 0.5, то картинка начнет грузиться только, когда пользователь увидит половину ее placeholder. И это довольно большое значение и создает впечатление, что сайт нещадно тормозит. Так что лучше так не делать. Затем назначаем наблюдателя для каждого элемента, в котором есть отложенная загрузка. И, наконец, описываем callback для события пересечения. Внутри работаем с массивом пересечений. Если элемент в области видимости, описываем логику работы с ним. Заменяем атрибут SRC на нужную ссылку, которая хранится в Data-атрибуте. По событию unload, то есть когда ресурс из Data SRC будет загружен, убираем класс loading, если он был назначен, и избавляемся от Data-атрибута. И это все. Оказалось довольно просто. Но что с поддержкой браузерами, спросит сейчас грамотный веб-разработчик. Поддержка IntersectionObserver неплохая – 90%, но это не 100%. А значит, настало время достать из сарайчика свой ржавый велосипед. Любите ли вы велосипеды так, как люблю их я? Я поделюсь с вами решением, которое применяю во всех своих проектах уже много лет безо всякого там хипстерского IntersectionObserver. Только хардкор, только геометрия. И, чтобы посчитать это самое пересечение элемента с окном, я когда-то испортила пачку бумаги. Геометрия – не мой конек. Работать будем с тем же селектором – все элементы, у которых есть атрибут DataSrc. Опишем функцию, которая будет определять, есть ли пересечение. Назовем ее IsIntersecting. И подадим на вход объект для мониторинга. Теперь давайте попробуем понять, что значит область пересечения. Это тот самый кусок картинки, который виден в окне. И меня будет интересовать любое пересечение. То есть либо верхняя граница элемента ниже верха окна, и при этом нижняя не выше верха окна, либо нижняя граница выше низа окна, и при этом верхняя не ниже. То есть какой-то кусок элемента находится в окне. Да, на это умозаключение у меня ушло довольно много времени, потому что программист совсем не обязательно хорош геометрии, высшей математики и квантовой физики. А вот в чем программист хорош, так это в составлении алгоритмов. Так что сейчас осталось записать это условие и дело в шляпе. Нам понадобится положение верхней границы окна, dog view top. Нижняя граница окна, dog view bottom, это очевидно верхняя граница окна плюс высота окна. Верхняя граница элемента, элем top, это верхняя граница окна плюс позиция топ элемента. И наконец нижняя граница элемента, элем bottom, верхняя граница элемента плюс его высота. И возвращаем результат проверки того самого условия. Либо верхняя граница элемента не ниже нижней границы окна, и верхняя граница элемента не выше верхней границы окна, либо нижняя граница элемента ниже нижней границы окна, нижняя граница элемента не выше верхней границы окна. Элементарно, правда? Нет. На самом деле мой мозг чуть не взорвался. Опишем еще одну функцию под названием Check Images. Именно она будет заниматься проверкой каждого элемента на видимость. Ее нужно будет вызвать по событию onload, когда страница загрузится, а затем каждый раз, когда пользователь будет скроллить эту страницу. Внутри функции Check Images проходим по массиву элементов, которые мы выбрали по селектору. И для каждого из них проверяем условие, виден ли элемент, то есть отправляем его в функцию IsIntersecting, и есть ли у него класс Loading. А дальше логика такая же, как в предыдущем примере. Только проверка пересечения изменилась, хотя я уверена, что под капотом IntersectionObserver точно такой же алгоритм проверять по скроллу, где находятся границы наблюдаемого элемента. Меняем атрибут SRC у цели назначения с Data SRC, и по событию onload снимаем класс Loading и избавляемся от Data атрибута. Вот и весь велосипед. Пишите в комментариях, какой способ ленивой загрузки вам понравился больше. Ну или пишите «нет, нам это неинтересно, даешь ванну с чипсами». Остался еще один момент, к которому я обещала вернуться. Оставлять теги AMG в таком виде не лучшая идея, потому что у любого AMG должны быть атрибуты SRC, Alt, Width и Hide. В противном случае это невалидная разметка. Так что раз уж мы тут бьемся за оптимизацию, давайте добавим в SRC тот самый прозрачный пиксель. Возможно, фокус в JavaScript и сработает для проверки оптимизации, но лучше не рисковать и вставлять SRC сразу до отрисовки страницы. Ну и остальные атрибуты тоже пропишем. Помните, что Alt помогает найти вашу картинку в поиске по изображениям, так что пишите в Alt осмысленные ключи. Ширина и высота изображения должны совпадать с его физическим размером, иначе мы получим замечание от Google PageSpeed. Но в данном случае это не важно, потому что эта загрузка еще более ленивая, чем я. Теперь точно все. Ставьте лайк, если было полезно, делитесь этим видео с коллегами, вступайте в наше сообщество в Telegram и в группу на Facebook. Спасибо за внимание и приятного вам программирования! Субтитры сделал DimaTorzok